В телеграм-канале Октябрьского района рассказывают о новом сервисе для семей с детьми – безопасной детской почте. Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через госуслуги. Преимущество детской почты – автоматическая блокировка спама, вход по СМС, проверка поступающей корреспонденции. Что делать, если банки отказываются выдавать денежные средства со счетов, открытых на имя приемных детей, рассказывает телеграм-канале Департамента опеки, попечительство и социальной поддержки. В такой ситуации необходимо открыть номинальный счет в банке на родителей, законных представителей для снятия денег без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии, по инвалидности либо потере кормильца, пособия. О муниципальной услуге по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений информируют в телеграм-канале промышленного района. Для получения услуги можно обратиться в МФЦ. Также ее можно получить в электронной форме через портал госуслуг или обратиться в администрацию промышленного района по адресу улица Краснодонская, 32, кабинет 107, телефон 995-92-87, часы приема понедельник и четверг с 14 до 17 часов. В телеграм-канале Самарского района рассказывают, как коммунальные службы производили расчистку от снега уличной дорожной сети с привлечением 26 единиц специализированной техники. Дворники управляющих компаний ТСЖ, ТСН, ЖСК ведут работы по расчистке входных групп домов и пешеходных зон. Для работы привлечено 9 единиц специализированной техники и 180 дворников. Для своевременной очистки кровель управляющими организациями ТСЖ создано собственных и привлечено до 56 бригад порядка 158 человек. По состоянию на 21 февраля очищено 26 скатных кровель. Потенциально опасные участки огорожены сигнальными лентами.